Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов, распродажи доллара США, значительный рост ключевых фондовых индексов и золота все это указывает на то, что ФРС оправдал ожидания инвесторов, комментарии к последнему в этом году решению по ключевой процентной ставке Федрезерва, оказались сильное влияние на рынок, ведь американский регулятор подтвердил смену курса монетарной политики с ястребиной на голубиную, что является очень хорошим сигналом для фондовых индексов и медвежьим для доллара США, учитывая все это, важно внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой из США, отсутствие явных признаков ослабления крупнейшей экономики мира, позволит фондовым индексам продолжить рост, но это маловероятный сценарий, ведь для снижения инфляции, необходимо замедление экономики. Слабая экономика будет способствовать замедлению инфляции, что в свою очередь будет подталкивать Федрезерв к ключевой процентной ставке, это главный инструмент снижения доходности гособлигаций, что в свою очередь будет подталкивать золото вверх. На данный момент выделю преграду на пути у покупателей, это технический уровень сопротивления у отметки в 2040 долларов за унцию, но для развития более мощной волны роста необходим дополнительный бычий фундаментальный фактор, ведь прорыв отмеченной преграды укажет на готовность покупателей вновь прорваться выше исторического максимума. Возвращаясь к доллару США, обратите внимание на завершение коррекционной волны роста, ведь перспектива снижения ключевой процентной ставки ФРС уже снижает интерес к долговым инструментам в этой валюте. Ни для кого не секрет, что доллар США остается сильно переоцененным. По этой причине инвесторы начинают обращать внимание на недооцененные валюты, игнорируя процентный доход доллара США. К примеру, валютная пара доллар-иена торгуется выше минимума текущего года более чем на 12% и более чем на 26% выше минимума 2022 года. Даже половина от этого потенциала снижения, принесет больше прибыли, чем фиксированный доход гособлигаций США. Именно поэтому, долгосрочные планы Федрезерва уже сейчас имеют значительное влияние на финансовые рынки. Также и рынок криптовалют не смог проигнорировать прогнозы ФРС, указывающий на потенциал смягчения монетарной политики, тем не менее важно помнить о главной причине укрепления биткоина. И она никак не связана с изменением процентной ставки американским регуляторам. Общее увеличение интереса к риску будет способствовать росту криптовалют. Но лишь одобрение заявок на создание Bitcoin ETF может удержать рынок от развития более мощной волны снижения. Таким образом, пока еще рано говорить о смене тренда с бычево на медвежий. Но покупатели ходят по тонкому льду, и они это понимают, на это указывает 10% обвал биткоина, который произошел без веской на то причины. На этом у меня все, внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.